здарова народ сибиряк 207 с вами в этом видео я хочу рассказать о новых приманках от фирмы микрокиллер как вы помните в том году я начал ловить на приманки данной фирмы какие-то из них я разловил они мне понравились какие-то видимо использовал не в том месте не в то время вот в нынче у них появились новые модели модель от микрокиллера непосредственно новая это паденка вот такая вот букашечка собственно все точно так же как и было такая же пластиковая упаковка небольшая в коробочке идет 12 приманок стоимость примерно такая же как у остальных приманок есть небольшая вот приманка является имитацией ну той самой паденки точно как она и называется того она и имитирует как его конкретно непосредственно насекомое или же личинку я не могу сказать я не разбираюсь просто-напросто вот в этих таракашках вот но на вид весьма симпатичная насекомое получается детализация у него очень даже неплохая отдельно есть прорисованы лапки отдельные из прорисованы усики хвостик с тремя кисточками точнее та кисточка такая с тремя элементами хвоста то есть такой вот сегментированный хвостик приманка достаточно мягкая то есть в целом визуализация очень даже неплохая но видимо это кое-то личинка они бабочки бабочки должны быть крылья это Это, наверное, личинка, которая выползла и собралась превращаться в ту самую бабочку. Поденка вообще у рыбы на хорошем счету, то есть рыба-то насекомая очень любит кушать. Мне известна, как бы сказать, такая информация, что когда происходит вылет поденки массовой, когда она появляется, рыба не клюет ни на что, ну та, которая ей питается. То есть это вся мирная рыба, грубо говоря, и какие-то там некрупные хищники. То есть они переходят целиком полностью на питание вот этой самой личинкой. Ну, видимо, и в будние дни, когда вылета не происходит, они тоже периодически ими питаются. Мне вот она понравилась больше всего в светлом цвете, потому что, ну, поденки, которые я видел, бабочки, по крайней мере, они белые. Уж не знаю, какая там цвета личинка, может быть, она и темная, надо будет, кстати, почитать, вникнуть, да. Вот, ну, весьма-весьма прикольно. Вообще, эти приманки есть в самых-самых разнообразных цветах, то есть вы сможете перейти на сайт, ссылка будет в описании, вот, и там все вариации цветов сможете найти. То есть мне прислали несколько расцветок, темные, яркие, то есть тут есть и провоцирующие, вплоть до он розового. Ну, конечно, на розового не знаю, кого ловить в обычной речке, наверное, это больше цвет для ловли той же форели. Приманка очень маленькая, я ее пытался взвешивать, но толку от этого нет, мои весы просто не показывают ее массу, она слишком маленькая. Что касается монтажа, с ней можно использовать крючки одинарные, к примеру, да. Вот я смонтировал ее на одинарном крючке Овнер С59 в размере 10, но десятка сюда немножко большевата. Если, конечно, рассчитывать на окуня, в принципе, нормально, а если рассчитывать на ловлю той же мирной рыбы, то сюда, наверное, лучше поставить крючок одинарный 12 номера, немного поменьше, десятка великовато. Так же самое можно использовать эту приманку и с очень маленькими джек-головками, или, как я вот сейчас оснастил ее, мормышкой. То есть с мормышкой тоже вариант. Можно, наверное, использовать и с овсетным крючком, но такого маленького крючка у меня просто не нашлось. Самый маленький, который есть, это четвертый номер от Сосами, но он великоват. Сюда, наверное, надо шестой или восьмой номер овсетного крючка, то есть очень-очень маленький, тогда можно будет смонтировать. Вот только вопрос, надо ли это. Сам разработчик мне говорил, что данную приманку нужно обязательно пробовать использовать сейчас, весной, когда начнется массовый ход той же платвы на нерест в Малой Речке. Вот таких вот местах, где она будет проходить, попробовать половить ее именно в монтаже с мормышкой. Вес он назвал 0,5-0,7 грамма, лучше использовать с мормышкой. В толще воды попробовать половить на эту приманку платву. Он говорит сам, когда ее тестировал, испытывал, ловил на эту приманку платву, притом у него получалось это более результативно, чем у тех же поплавочников, которые сидели рядом. Интересная, конечно, затея. У меня, правда, нет специализированного вообще с мормышингового удилища. В принципе, не было и не планировалось. Но с имеющимся для микроджига я попробую. У меня микромания до 7 граммов. Она не жесткая, то есть по низам должна, в принципе, нормально бросать. Ну, получится, получится, нет, так нет, поэкспериментирую. Ну, по крайней мере, окуню, вот эту маленькую козявочку я точно предложу. Уж не знаю, получится, не получится ее разловить. В принципе, выглядит симпатично и перспективно. Так, касаемо веснянки, ой, веснянки, веснянка это другая, уже имеющаяся. Касаемо паденки, все. Дальше. Еще одна новая серия приманок. Она идет, как мне сказал разработчик, получается, дочерним брендом микрокиллера. Называется этот бренд Sixth Sense, то есть шестое чувство, если переводить дословно. Модель рак. У самого микрокиллера есть модель рачок. Это маленький-маленький рачок, то есть он такого же размера, как вот эта вот паденка, сравнимого по размеру, да. Это полноценный рак. Размер данной приманки 75 миллиметров полностью вместе с клешнями, длина тела 55 миллиметров. Тут размер у нас на упаковке указан. То есть это гораздо более крупная приманка, уже совсем не микро. Видимо, поэтому их и не стали добавлять в линейку приманок микрокиллер. Это у нас уже какой-то макрокиллер получается. Приманки упакованы вот в такой вот пластиковую коробку, которая полностью повторяет формы очертания самой приманки. Это хорошо для транспортировки непосредственно от производителя до рыболова. Это хорошо для продажи, что красивая упаковка, да. Но для нас, рыболов на рыбалке, такая упаковка крайне неудобная, потому что невозможно сюда вернуть приманку вместе с крючком. Ну, кто-то, кстати, не хранит приманки вместе с крючками. Я, по крайней мере, в течение сезона приманки храню вместе с крючками. Здесь составить тем более соли нету, крючки не портятся с этой резиной. И, как бы сказать, было бы удобнее, если была бы более какая-то такая коробкообразная упаковка, в которой можно было упаковывать эту приманку вместе с крючком. А так, конечно, будут возникать некие проблемы. Собственно, сам рачок, как можно видеть, он абсолютно полностью повторяет по своей форме маленького рачка от микрокиллера. Ну, только что. Он теперь стал более крупный, более толстый. Хорошая детализация, мягкие лапки маленькие, которые активные, подвижные клешни. То есть, тонкая переходная часть и тяжелая клешня, соответственно, приманка будет играть как полагается. Пассивные приманки, неактивные. Четыре уса имеются, которые тоже активные и мягкие. Хвост такой вот, довольно-таки плотный силикон, но в то же время достаточно мягкий. То есть, сам материал он использует точно такой же, как и в других приманках микрокиллер. Пахнет точно так же, на ощупь точно такой же. Единственное, что он чуть менее скользкий. Видимо, меньше здесь использовано смазки какой-то или аттрактанта. На, получается, нижней части, на брюшке у рака имеется вот такая вот глубокая канавка. Особенность формы данных рачков. То есть, в целом, рак выглядит очень-очень интересно, реалистично. Ну, хочется попробовать на такого половить. Там, где ловля на рака была бы актуальна. Что касается веса данной приманки, он на коробке был указан 7 граммов. Но давайте еще посмотрим, сколько покажут весы. Весы показывают то же самое. 7 граммов массы этого рака. Монтировать его можно абсолютно как угодно. То есть, от банального двойника. Вот я смонтировал на двойнике. Это Сайкио Дабл Лонг крючок. То есть, с длинным цевьем. Сюда лучше использовать двойник размера 2.0. В принципе, сюда можно поставить размер и 3.0. Что-то я даже, наверное, поскромничал. 3.0 сюда можно тоже использовать. Голова еще мясистая. Есть куда более крупный крючок смонтировать. Можно использовать с овсетным крючком данную приманку. В данном случае крючок смонтирован по классике. То есть, обычным образом, как он должен быть ориентирован. Рак в пространстве. Крючок это от фирмы Варрелос. Размером 3.0. Точную модель увидите на экране. А можно использовать монтаж кверх ногами. В таком случае крючок будет вот так вот интересно прятаться в канавке, которая находится на брюшке у рака. И тем самым можно не прятать жало крючка в сам силикон. Реализация должна быть максимально хорошей. В таком случае она, в принципе, должна быть хорошей, потому что рак имеет тонкое тело. В таком случае, наверное, будет все по максимуму. Если мы кидаем приманку, то там, где какая-то одиночная коряга лежит, или одиночные камни, то есть, не какой-то завал конкретный, можно использовать вот так вот кверх ногами. Этой незацепляемости будет достаточно, чтобы пройти такое одиночное препятствие, не сильно там какое-то лохматое, зацепистое. В то же время реализация будет максимальная. Это что касается монтажа. Можно, наверное, использовать и с джиг-головкой, то есть, таких раков, я знаю, что и с джиг-головками используют, не сильно тяжелыми, то есть, небольшого размера, наверное, граммов до 10, может до 15. Это очень примерно, я не ловлю на джиг-головке, поэтому у меня нету их, я даже примерить ее не могу. Но, наверное, можно и с джиг-головкой использовать данного рачка. Выглядит очень-очень симпатично. Вот, расцветки сейчас на сайте имеются, что у них только такие натуралистичные, так скажем. Вот, у меня он в таком вот фиолетовом цвете пришел. Он, наверное, коробка бликует, видно будет плохо. В фиолетовом цвете, в черном цвете. Есть вот такое интересное сочетание, то есть, в коробке идет половина приманок белого цвета, белый флуоресцентный, половина зеленого цвета. В принципе, попробовать можно сразу идти и другие цвета. Последнее время, не только у микрокиллера, но и у других производителей, зная, у Crazy Fish такая фишка пошла, что вот в одну упаковку складывают приманки разных цветов для того, чтобы человек мог сразу купить одну пачку, попробовать весь набор цветов, какой ему цвет понравится, в который он будет больше верить, на который у него будет все рыба клевать, и он потом, грубо говоря, себе докупит. А не нужно будет ему брать целую пачку ненужного цвета, к примеру, да, то есть, или одну приманку, или целая пачка раница есть. Ну, здесь, в принципе, пошли по такой же системе. Несколько цветов одновременно использовали. Такие вот раки попробуем. Я на такие вот интересные приманки люблю ловить, на рачков тоже, но на такого вот размера раков еще не ловил. То есть, обычно это более мелкие раки для ловли окуня на микроджиг. Такого же рачка можно смело предлагать судаку, или даже той же щуки, понятно, крупному окуню, если где-то он будет, посмотрим, как они отреагируют на него. Еще одна приманка, которую хотел бы я сказать, это твистеры. Эта приманка не новинка, эта приманка у них уже производится давно, у микрокиллера, но почему-то в том году, когда мне присылали весь набор этих приманок, твистеры мне не прислали. Нынче я попросил, чтобы мне их прислали, говорю, почему так? Так, самая интересная, классическая, распространенная приманка, это я даже понял по тому, как вы выбирали призы, когда выигрывали микрокиллер на розыгрыше, да? То есть, практически, да, наверное, все выбирали твистеры, и при том не по одной упаковке. А мне почему-то их не прислали, я их попробовать не мог. Сейчас они пришли, по качеству мне твистеры эти очень понравились. Классический вариант твистера, тонкий-тонкий хвостик, достаточно длинный, не сильно широкий, такой средней ширины. Хвост по своей такой тонкости мне напомнил твистер джилд от Pantoon 21. Они тоже имеют такие же тонкие хвосты, но они там у них более широкие, прям такие лохматят, такие, ну очень широкие, короче говоря, хвосты. А здесь он такой средней ширины. На кончике хвоста имеется шарик. Само тело довольно-таки плотное, в форме такой вот гусенички, если можно сказать. Классика жанра, буду пробовать этот твистер на своих рыбалках. Есть у меня уже в него определенная вера, потому что форма хорошая, форма рабочая. Плюс ко всему эта форма сочетается отлично абсолютно с любым видом монтажа. То есть, вот такой вот можно использовать вариант с одинарным крючком. Это Owner S59 в размере, так, это он в размере, по-моему, четвертом. На экране будет точный вариант, то есть, пожалуйста, с одинарником, отличное сочетание. Вот, пожалуйста, с двойником, с IQ Long 4 или 6 номера. Ну, на экране будет точный номер, то есть, двойником, пожалуйста, можно использовать. Вот, с овсетным крючком, это крючок с IQ, овсетный. То есть, опять же, хороший поддев остается, хорошая реализация будет, пожалуйста. Джиг-головок у меня маленьких нет, но и с джиг-головкой здесь, как бы, тоже будет хорошее сочетание. То есть, твистер по своей геометрии очень универсальный. Не сильно тонкий, не сильно толстый, подходит под любые формы монтажа. Конечно, жаль, что он у них только в одном размере, как бы, надо, чтобы Six Sense был еще и с таким вот толстым твистером, чтобы они его увеличили, в принципе. Вот, в принципе, все основное, что я хотел вам сказать относительно обзора данных приманок. И хотел бы добавить небольшую, скажем так, ложку дегтя в эту бочку с медом относительно данных приманок. Так, дело в том, что вот по истечении первого года приманками я половил, часть приманок у меня, конечно же, осталась, потому что их было довольно-таки много. Я обнаружил такую, ну, для меня лично неприятную особенность, то, что эти приманки, вот спустя сезон, как они полежали, они потеряли свой запах. Они перестали пахнуть аттрактантом, которым изначально пахнуло довольно-таки приятным. Вот, стали пахнуть как-то не очень приятно, какой-то резиной или чем-то таким вот неясным. Вот, и маленько подсохли. Я написал производителю, говорю, почему так, то есть нормально ли это, с чем это связано. Он говорит, что в составе имеется аттрактант, который имеет частично природное происхождение, то есть не стопроцентная химия, поэтому он имеет свойство вот якобы выветриваться, что тут в этом духе. Но смысл в том, что полежав, эти приманки теряют свою, грубо говоря, съедобность, если она очень долго лежит. Соответственно, уже сразу можно говорить о том, что запасаться впрок данными приманками я бы не рекомендовал. То есть, если вы берете там на сезон себе какое-то количество, которое вы планируете использовать, так, да, это нормально. А запасаться, чтобы она у вас там лежала несколько лет, потом вы ее взяли, я думаю, через несколько лет она будет абсолютно несъедобной, обычной самой резиной, и какой в этом смысл. Но, есть один выход, который реанимирует данные приманки. То есть, ну, мне производитель порекомендовал, в принципе, просто их смазать силиконом, они станут обычной мягкой резиной, только без съедобных слоев, получается, да? Но мне же хотелось, чтобы они были все-таки съедобные. На сайте производителя этого есть, ну, у микрокиллера, слой по брендам, опять же, микрокиллер, активатор клёво. Ну, проще говоря, аттрактант. Вот в такой вот баночке он идет небольшой. По консистенции он похож на какую-то мазь, то есть, такой плотный, скользкий, гелеобразный, то есть, которым мы намазываем приманку, смазываем, и он хорошо держится на этой приманке. У меня сразу было ощущение дежавю, потому что данный аттрактант очень похож на некогда бывший у меня в арсенале аттрактант Мегастрайк. То есть, такая же вот гелевая субстанция, которой ты намазываешь приманку, и она пахнет чем-то похожим на рыбий жир. Вот даже по запаху эти аттрактанты очень похожи. В принципе, сами приманки микрокиллер как раз-таки имеют похожий запах. Про Мегастрайк тоже говорили, что он какой-то там натуралистичный, то есть, содержит аминокислоты, которые нравятся рыбе инстинктивно. Вот, видимо, здесь что-то подобное в этом аттрактанте. Смазал я эти приманки. Вот черви, которые у меня в том году хорошо работали, нынче подсохли, стали без запаха, я их смазал аттрактантом, и они стали как новенькие. Так же пахнут, такие же скользкие, то есть, все, пожалуйста, приманки реанимировались. Выход есть, но, конечно, не очень приятный факт, что приманка через год становится несъедобной, и как-то нужно это решать. Либо просто не брать приманок больше, чем тебе их нужно для использования. Вот такой вот момент. Кстати говоря, этот аттрактант можно использовать не только для микрокиллера, но и для любых других приманок, силиконов, пожалуйста, смазывай, пользуйся. И если там хочешь сделать несъедобные приманки, съедобные, как вариант. По идее, должен работать, потому что мегастрайк действительно по... В тех случаях, когда нужна была съедобная резина, и ты смазывал эту приманку несъедобную мегастрайком, он помогал. То есть, я вот это замечал. Особенно при ловле окуня, особенно при ловле судака на какие-то легкие веса, там микроджик отводной поводок. То есть, там, где съедобность актуальна. Там смысл в этом был. Естественно, на тяжелом джиге какой смысл использовать аттрактант, так же, как ту же съедобную резину. То есть, это конкретно для таких вот маленьких приманок здесь актуально. Так. Ну, наверное, все. Теперь я вам все рассказал. О! Не взвешил вот этого зверя. Думаю, что-то я вот что-то одно маленькое упустил. Спросят же, скажут, раков взвешил, а почему твистера не взвешил? Давайте посмотрим, сколько твистера весит. 0,9, 0,8. 0,8 грамма в данный момент показывает. Ну, примерно 0,8 грамма масса данного твистера от микрокиллера. Такие вот дела. Ну, на этом у меня все. Как с вами был Собяр Гавноли-7. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!